Друзья, всем привет! Всем привет! Как вы? Живы, здоровы после новогодних праздников? После салатов. Как оно вам? На работу хоть вышли? Или еще не дошли до нее? Тяжко! Согласен, тяжко! Первая неделя тяжелая. Да! Сегодня вообще 13-я, пятница 13-я. Но что делать? Старый Новый год. Так что, ребята, видео, наверное, в воскресенье выйдет. Но все-таки, теперь с настоящим 23-м... Кто не отметил или не успел отметить. Так что с настоящим теперь 23-м годом, все уже проводили, и пора... Встречать опять. Да, и опять встречать. Работать пора, Марина, не встречать. Работать. Мы вышли на работу. Уже неделю работаем. Да, неделю работаем, сейчас покажем, что. Ну, а так, в этом видео мы хотим поделиться информацией. Вообще, хотели сделать сначала рецепт. Да. Колбаски. Но что тут пошло не то? Нет, Марина говорит, ну ты же на стриме обещал, что будет не только рецепт колбасы, а ты покажешь, что в новом помещении, переделки, обновки. И поэтому сегодня мы пробежимся по помещению, А вот и наша работенка. Один заказ, второй заказ, там третий заказ, и вот этот еще доделываю, да. Так что мы вышли, все, мы в работе, плодотворненько схватились. Но было это тяжело, было очень тяжело. Особенно первый день. Мы ходили и говорили, а может, на диванчике полежать? Ладно, пойдем, Марин, расскажешь. Так, сегодня она будет частично оператором. Да. Ну и также рассказчиком, да. Поговорим мы сегодня о нашем, то ли бывшем, то ли нынешнем забойном помещении. А сейчас зайдем и начнем, наверное, с правой стороны. Да, и как сказал, все, что мы будем сейчас касаться, сделаю ссылки в первом комментарии или под видео. Не поленитесь. Вот кто новый зашел на канал, что-то его заинтересовало, перейдите по ссылочке, посмотрите, как все это было. Пойдемте, заходите. Ну-ну-ну, куда все ломанулись? А, доводчик. Ноги вытирай. Ноги? Да. Вот заходи. Видишь, что все ломанулись? Быстро-то как? Смотрите, что у нас здесь происходит? По правой стороне. Маринка испугалась, что назад вышла. Ладно, погнали, ребята. Доводчик, дверь не прикрывай до конца. С этой стороной все ознакомлены уже этому помещению. Сколько? Два года, да, получилось? А не три. Третий, да, пошел третий. Ну, в общем, построили мы его не так давно. Строили всем семейством. Как многие знают, у нас на территории нет лишнего даже квадратного метра пустого, где мы что-нибудь не построили. Было между двумя помещениями. Здесь все время ручейки воды текли. Мы это все перестроили. Все это об этом снимали видео. Все переделали. Ну, а здесь получилось такое помещение. Изначально это должно было быть забойное. Но оно и есть. Здесь мы кроличков делаем кирдык. Специальная штучечка есть, которая именно шея ломалка, головоломалка. Как разделываю кроликов, как мы забиваем, все полностью. Об этом есть видео. Так, заинтересовались, перешли по ссылочке, забой кроликов, посмотрели, вернулись назад. Погнали дальше. Сделали вот такую штуковину. Это именно здесь я разделываю, вывешиваю. Здесь уже отвешивается. Стекается, да, скажем так. Это стул для упаковки. Единственное, Марина, этот от мясорубки. То есть от этой крутилки. От старого шприца. Да, да, от старого шприца не открутили. Это столешница. Сделали с таким планом. Сами понимаете, что-то нужно упаковать, разобрать. Марина, когда кролика, ой, этих птичек, здесь с ними возилась. Ну, само собой, удобно. Единственное, стол по высоте я сделал. Для себя удобно. Видите, как мне. А Марине это вот так. Ну, в общем, ей неудобно. Так, дальше идем. В дальнейшем мы начали это помещение использовать. Давай, плавненько чуть-чуть так перейдем сюда. Мы сейчас все это пройдемся. Дальше мы начали это помещение уже использовать как для приготовления здесь коптильный шкаф. Марина, будьте добры, поверните. Да. В общем, коптильный шкаф и даже у нас тут коптится. Нет, мы сейчас по очереди пойдем все. Даже сейчас дымок есть? Дымок есть? Есть дымок. Фигачит. Ну, вот. В общем, там у меня сейчас небольшой заказик у нас. И надо сделать. Начали использовать как для колбасок, для копчения. Но, вы знаете, нас, вот нашу семью, да, у нас все должно быть. Вот, если шприц, то должно все к нему здесь, на этих полочках быть. Если там вакууматор, пакетики, вот так мы к этому идем, постепенно стремимся. И плавно мы подходим к чему? Навешали вот здесь вот таких полочек. Эти полочки у нас, сами понимаете, какие-то специи. Тут, оказывается, этих специй мы смотрели на кухне, да? Для мяса, для рыбы. Перчик черный, лавровый листик. А тут, оказывается, их еще есть лавровый. Ой, это как? Перец белый, перец черный, перец каких только нету. Ну, ладно, это не главное. И морозильная у нас была. Эта сторона, как видите, мы практически здесь ничего не дрогали, только полок добавили. А вот с этой стороны, с этой стороны уже у нас выглядит вот так. Начнем, давай, с первого тогда. Здесь сделал столешницу пониже. Это нержавеющая сталь, или как она, правильно? Нержавейка. В общем, нержавейка. Именно нержавейка для того, чтобы здесь именно на столе на это работать. Сварил ножки, каркас сделал из профильной трубы 20 на 40 с полочкой. Здесь у нас в основном это вот мясорубка и для шприца. Давай, наверное, по отдельности теперь, наверное, ты чуть-чуть порассказываешь. А то я как-то прям разогнался. Теперь, наверное, твоя очередь. Ну, а теперь мы вам расскажем, чем мы пользовались раньше, до этого. Была у нас старенькая мясорубка Мулинец, она электрическая. Ей, наверное, лет 7, потому что даже, может быть, и 8. Какой 7? 17 уже, наверное, вся. Я уже в Москве, получается, 6 лет не работаю. Приобретена она была тоже интересным способом. Саше на рыбалку надо было сухарей. А ему не хотелось крутить, поэтому взял эту, и мне радость. Ну, ладно. Когда у нас объем увеличился, она, конечно, бедненькая уже перестала справляться. Сильно грелась. После мясорубки, в процессе приготовления колбасы, у нас идет шприц. У нас вот такой шприц был. Здесь 2 литра, ой, 2 килограмма, по-моему, или 3 в него помещается. 3, 3, 3, 3. В общем, Марина не знает, что по шприцу рассказать, потому что шприцом пользовался я. Шприц камилле, камилле, не знаю, какая... Камилла, короче. В общем, камилле, не знаю, нормальная штука. Единственный какой нюанс. Шприцик маленький. Если вам для дома, это становится вообще вот так, крепится. Здесь есть штифтик вот такой. Все застравливается, удобно. Штифт достали, опа, набили и назад вернули. Если для дома, если там вы делаете колбасок, там 4-5, ну, 10 палочек, ну, там 10 килограмм, допустим. 10-15 килограмм. То, конечно, вы набили сюда, там, 3 литра, да. Набили, сделали, набили, сделали. Если, допустим, в день, там, ну, хотя бы килограмм, я не знаю, 30, вы там разные делаете, да. То мы заколебались. Вот у нас под Новый год мы столкнулись с этим. Вот это набьешь, 4 батончика сделал, опять. Опять снимаешь, набьешь, опять 4 батончика сделал. Очень и очень вот геморрно вот это. Особенно если одной, там, 20 килограмм, а тебе постоянно вот приходится. В общем, вот мучились с этой штуковиной. И, ну, мучились и нам, мучились, ничего страшного. Все замечательно было, но на данный момент это уже реалитет. Продолжаем. Марина, пожалуйста. Завершающая в процессе, после того, как у нас уже колбаска готова, это ее надо вакуумировать. Было. Для дома хорошая штучка, фрешворд. Она несколько лет у нас уже, тоже, наверное, лет 5. Если для дома, то это очень хорошая штука. Но если увеличились объемы, то точно так же, как и с шприцом. Надо менять. Вот как раз поэтому перед Новым годом мы и приобрели вакууматор, шприц и мясорубку. Но об этом расскажет Саша, потому что в основном шприцом и вакууматором работает он. Я на мясорубке. Ну, давай тогда по очереди начинай с мясорубки. Ну, давай. Так как старая перестала справляться мясорубка, мы выбрали более помощней и понадежней. Фирма Гастрорад. Это мясорубка 220 вольт на 850 ватт. В комплекте с мясорубкой шли две решетки. Одна поменьше, вторая побольше. Один нож был. Ну, и бал, как обычно. И толкушечка. Трамбушечка. Трамбушечка. Этой машинкой я довольна больше. Она справляется и с мороженым мясом, и с жирным мясом, и с салом. Ну, пока со всеми продуктами, что мы использовали. Так, ну что, теперь моя очередь рассказывать о шприце. Фишка какая? Это аэрхот. В общем, как это, бессонными ночами перед новогодними, когда коптилка не выключалась по три раза за день, и вообще она выключалась с трех часов ночи, там, до утра, до семи, и опять приходил. Сидел здесь и думал, ну, надо же купить шприцы от безделья. Ну, надо купить шприцы. Да, может, бегать было лень. Ну, и сидишь тут, ждешь, когда закоптится. И в два часа ночи, наверное, в третьем. Нашел на авито. Ребят, искали. Что это купил? Просто сидел, искал. Я даже не знаю. Не представителя, а через кого-то там. Цена более-менее понравилась. Скидка в магазине была. Вот купили мясорубку. Потом, это то же самое. На авито одни цены у производителя, вроде как пишут, ну, или представителя. Тут же находишь люди, перепродаются на другая, там, акции какие-то. Поэтому какие-то отдельные ссылки мы скидывать, сбрасывать не будем. Ну, просто мы вам название показываем. Дальше я говорю, сейчас такая ценовая политика, что производителя надо продать дороже, чем у них уже тот, кто перепродает. Ладно. В общем, ночью решил купить. Сижу на авито, смотрю. У 5-литрового цена что-то была 10 тысяч, а у 7-литрового что-то 11500. Ну, как вы сами-то думаете? Ну, конечно же, в душе-то хочется побольше, побольше, но возник небольшой нюанс. Когда пришел этот шприц, мы поставили его на этот стол, на этот шток, его начал выходить наверх. Тут же, да, думаться нельзя было, что он-то будет вверх подниматься. И когда он поднимается вверх на этом столе, он еще вот столько не выходил. Разочарование, конечно, было очень сильное, но, но, мы-то знаем с Марины, что выкрутимся. Здесь была подножка у него такая, специальная столешница. Я от нее избавился. Это мне добавило 2 сантиметра. Этот стол, так как для Марины делать, чтобы пониже был, это еще добавило мне 4 сантиметра. И теперь, вуаля, он в потолок, ну, как, за пределы доходит. Но уже хотя бы все открывается. Вот такой нюансик. Так что, ребята, вы обдумывайте посылку, точнее, на покупку, перед тем, как что-то покупаете. Теперь о шприце непосредственно. Шприц вертикальный на 7 литров. Ну, ручка здесь двумя положениями, крутилки, в плане того, что быстро и медленно. Вот, это идет медленно. Колбаса прям... А быстро, если... Быстро, если, то колбаса вообще... А, нет, в ту сторону, подожди. Колбаса просто тазиками не успеваете ее ловить. Ну, ладно. Честно скажем, сегодня только будем первый день это опробовать. Еще не пробовали. Так, со шприцом, что шло? Вот, видите, как, вот здесь мне очень нравится, вот в этих вот съемных шприцах, что на предыдущем показал. Вот, свободно. Достать, помыть, наполнить. Это очень удобно, в отличие от тех, которые к столу прикручены. Знаете, вот у меня самый-самый первый был, который нужно открутить, мучиться. Так, что шло в комплект? В комплект шло у нас где-то здесь они были. Вот они. Насадочки, само собой, насадочки. Самое здоровое для колбасы. Потом поменьше. И совсем... А, нет, вру. Вот это была самая маленькая. А вот это я уже опять, слава китайцам. Это я купил. Почему? Потому что, я вам сейчас покажу такой нюанс. У меня здесь есть вот такая штучка. Это для сосисонов. И стандартные эти, они сюда не подходят. Не подходят. И сосисоны, сами понимаете, сосисончики, когда делают, да? Ее нужно или всю раз, ну, снять и потом сюда одеть. Или, китайцы, чинь, умнички. Все готово. И набиваем сосисончики. Так, это, об этом рассказали. Как вы поняли, сосисоны будут в дальнейшем. Еще какой нюанс. Мы с Мариной не сказали. Точнее, Марина не сказала. Наверное, для меня это оставила. Опять же. Товарищи китайцы. Молодцы. Просто молодцы. Зашел посмотреть те же самые китайские. Сейчас у нас на Вайлдберрисе еще где-нибудь стоит 2, 2,5... Это они в масле просто. 2, 2,5 тысячи. Один нож и вот эта штучка. Заходим на Алиэкспресс. И вот эти штуковины ищем. Мясорубка просто нужно знать какая. Я поначалу с этим долго ладу не могу дать. У нее называется как вот эти ножи. И все, номер 12. Да, и нож на ноже написано 12. И вот здесь везде пробито, что это 12 номер. Именно 12 номер. Простой железяки сделано, я согласен. Но, ребят, это стоит 300, что-то 320-500 рублей. А у нас, я говорю, 2,5 тысячи. Это же самое. В общем, купили троечку. Вот такая троечка. Показываем. Да. Также купил вот такую, чтобы рубить. Купили 16 или 18 такая. И вот эта, не помню. Уже не помню даже. Шестерка вроде бы. Смысл такой, что добавили, потому что, сами понимаете, все ножиком не очень айс. И троечки. Вот троечку реально негде было взять. Все это мне посоветовали знающие люди. Что это все вот после того, как помыли, поработали. Все это марина раз и маслицем чик-чик-чик. Все это протерло, чтобы просто не ржавело. Погнали дальше. Ну что, ребята, а теперь перешли к самому главному. Чудо техники. Точно так же. Вообще. Честно, даже и не знал, что такие существуют. Нет, я знал. Я знал, но я никогда не думал, что он появится у нас. В общем. Также штуковину подсказали ребята на форуме. Ой, не на форуме, на сайте, да и не сайт, это группа. В одной группе пригласили, общаемся. И ребята посоветовали, говорят, там есть, говорят, продается. Кому надо, посмотрите. Связался. Это в Москве один ресторан там расформировали, распродавали. И у меня дружбан с Москвы помог, забрал там и мне автобусом переправил. Реально неподъемная штука. Штука просто, мама, не горюй. Фирма. Вы не поверите, опять китайцы. Вакууматор. Кокотек или что-то такое подобие. Да я покажу. Фирма вот такая. Сами прочитайте. Кока чего-то. Ну а теперь пару слов. В общем, данная адская машина, это считается, как он, 55 на 55 вроде бы. Но скажу сразу, что я мечтал, что у меня сюда будет целый кролик залазить. Не залазит. Здесь идут две прижимные планки. Кое-какие моменты мы там обслуживания обслужили, но все равно еще требуется. Так, по поводу пакетиков. Дайте еще по поводу пакетиков. Закупили с Мариной. Сделали такую вот штуковину. Сейчас, где они тут? Выбрали, допустим, под на... Нет, нет, вот он внизу лежит. Да, вот он. Решили с Мариной, что покупать в рулонах. Раньше мы покупали всегда в рулонах. Вот так. И самое интересное, вот видите, Вайлберис. Меня спрашивают, где ты покупаешь? Вот Вайлберис. Поначалу покупали там и казалось все так дешево. Ну, пакет, пакет. И пришел так быстро. А потом, когда начали, больше, знаете, вот когда не знаешь информацию, штудируешь, потом интернет где-то кто-то посоветовал. И в совокупности у нас получалось на одного кролика, рука подматываешь вот такой, пакет покупаешь. Считали, у нас один кролик обходился вот этот пакет почти 50 рублей. Что-то 40 с чем-то. 48. Да, и получалось, что сумма вроде бы, как бы, ну, представляете, 50 рублей за пакетик упаковать кролика. А потом начали штудировать, нам подсказали кое-какие моменты. Оказывается, есть фирмы, которые вот они, пожалуйста, делают под... У них есть определенный размер. Вот у нас идет под колбаску. Колбаску туда чип-пык. И сразу вакуумировать. Берешь те размеры, как бы, сейчас фирм оказывается полно таких. Сейчас еще какие-нибудь покажу. И по микронам, они различные. Вот я для кролика вот такой все равно взял. Ай, большой. Вот такой большой все-таки. Этот идет 95 микрон, он такой плотный-плотный, чтобы не пробивался. И то же самое. Все, он готов. Он готов под нашего кролика. Но так как он все равно сюда целиком не лазит, пришлось резать. И вакуумирует эту вот эту вот штуковину вот так. Я теперь все равно кролика врежу. Так и отправлять удобнее. Сами понимаете, посылочка такая компактненькая. И вакуумирует. Давай сегодня завакуумируем. Не покажем, что ли. Да что ты, я не знаю. Долго искался, что завакуумировать. Мясо пока готовится. Будем вакуумировать трамбовалку. В общем, вот так. Потом вроде бы вот так. Самое, что мне здесь понравилось, классно. Ребят, время экономит. Это просто бомба. Я говорю, просто не нарадуемся. А, да, еще по цене давай хоть. А что мы по цене ничего не сказали? Ладно, сейчас по ценам вернемся, пробежимся. Здесь влазить, сами понимаете. Я колбасу кладу вот так, 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 так. И допустим, 8-10 палочек я за один раз. В дальнейшем все очень просто. Отрегулировано уже все. Датчики срабатывают. Ну ты подожди сюда вначале. Здесь уже все работает, все показывает. И сейчас по времени до конца. Но я установил сейчас еще, притом он холодный. Мы сегодня ничего не делали. Самое интересное, когда именно вакуумируют. Когда вакуумируют, да. Мы тут наслаждались, наверное, пару вечеров. Вот сейчас прижимная планка зажала, прогрела. Сейчас идет остывание. Ой! Я не знаю, прогрелся он, не прогрелся. Что-то он прогрелся. Ну и пакет большой взял. А так, как видите, эх! Все, вот такой шов толстенный получается. Так, давайте по ценам пробежимся. А то скажете, опять цены не сказалось. Что, по чем покупал. Вот этот обошелся, просили 35. Он новый, что-то там под 60. Забрали, получается, за 33. Еще пакетиков выключили. По непосредственно, дальше идем. По вот этой штуковине получилось, что 11500, как я сказал. И плюс еще доставка. Что-то в пределах 1000. Ну, считайте, там 12500-12700. И мясорубка. Мясорубка вышла 12500 плюс доставка. В общем, давайте подытожу немножечко. Все, что мы смогли заработать на Новый год на колбасе, все у нас здесь, ребята. Поэтому, как я вам говорю неоднократно, перед тем, чем-то заняться, надо сначала обдумать. И потом правильно использовать то, что вы уже смогли заработать. В общем, ребята пробежались, рассказали. Об обновках. Об обновках, да. Не то, что обновки, а новое оборудование для работы. Давайте выразимся так. Это же не для просто там шалям-балям. Но на данный момент сейчас все здесь прибираем, разбираем. Я иду дальше крутить клетки, а Марина? Колбасу. Резать мясо. Новыми ножами. Я теперь не буду ножиком кусочки, а буду шлеп-шлеп-шлеп. Шлеп-шлеп-шлеп, она так думает. Так что, ребят, все, ладно, мы вам рассказали. Теперь о помещении полностью пробежались. И теперь после вот уже этого видео мы можем делать рецепты. И у нас не возникнет вопросов, а что это у вас за шприц новая? А что это за мясорубка новая? Вы все это уже видели. Все, чао, ребят. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok